приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами поделимся самой актуальной информации на 30 декабря 2021 года поговорим о народном празднике дадим данилов день что можно делать в этот день что нельзя делать на что обязательно нужно обратить внимание как провести этот день для того чтобы привлечь изобилие достаток и благополучия в свою жизнь а также обязательно удели внимание лунному календарю об этом и не только далее в этом видео потом обязательно просмотрите это видео от начала до конца будет много полезной важной нужной и интересной информации а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации и так друзья народный календарь на 30 декабря сегодня 30 декабря отмечается народный праздник данила в день церковном календаре этот день почтение памяти пророка даниила и трех святых аотроков анания азария и мисаила другие названия праздника даниил даниловы сборы данила зима указчик данил и три отрока 30 декабря православная церковь почтит память даниила и конечно же это был библейский пророк и потомок знаютного иудейского рода и подростком вместе со племенниками в числе которых был она ней азарий и мисаил он попал в вавилонский плен вавилоне получил халдейское образование после чего его призвали служить при дворе данил обладал даром трактовать сны за чуть чего и прославился конечно же в народе отмечают данилов день крестьяне всегда к огню относились большим уважением но 30 декабря особенно поэтому женщины топили печки на несколько дней чтобы сохранить подольше тепло как только начинало темнеть всем селением собирались на поле и разжигали огромные костры с помощью которых пытались прогнать мороз и зиму по по народным поверьям считалось что сны в ночь на 30 декабря являются вещами но для того чтобы их разгадать надо было обратиться за помощью к пророку для этого проводили специальный ритуал после сна не вставая с кровати рассказывали увиденное родным а после трижды крестились и говорили такие слова даниил ты все услыхал и мой сон разгадал наши предки довольно серьезно относились к снам веря что душа спящего человека покидает тело поэтому его и нельзя расталкивать чтобы он быстрее проснулся а также сбоку на бок переворачивать боялись что больше душа не вернется а из-за этого человек мог захворать умереть или как вариант потерять даже память также в этот день в данилов день особенно осторожно относились и к спящим людям ждали когда они сами проснуться не шумели а также отгоняли от них котов которые часто были связаны с нечистой силой и 30 декабря наблюдали за поведением спящего по народным приметам если он смеялся значит с ангелами веселиться скрипит зубами темные и светлые силу борются а разговаривает значит скоро заболеет дергает рукой или ногой в дорогу отправиться мужчин из данилова дня начинали резать скотину для предстоящих праздников женщины в этот день проводили в подготовке продуктов к святкам нарезали мясо готовили колбасы солили сало и варили холодцы молодежь убиралась в избах трусила половики взбивала подушки перетряхивала одеяло чтобы они напитались ароматом морозной свежести в доме становилось уютнее и светлее перед сном в данилов день читали заговоры обязательно на добрый сон тем более если человек часто просыпался и мучился от бессонницы рожденные 30 декабря были прекрасные организаторы они не терпят суету и хаос обожает все планировать и нравится когда все идет четко по составленному плану в качестве талисмана им стоит носить яшму или березу наши предки в этот день 30 декабря старались соблюдать запреты и помнили приметы которые предупреждали о том что нельзя было делать 30 декабря в данилов день чтобы не нанести вред себе и своей семье поэтому сегодня было запрещено целовать спящих деток не достигших трехлетнего возраста иначе они могут серьезно заболеть не стоило 30 декабря и рукодельничать поскольку это занятие может притянуть неприятности в любовных отношениях возможны были ссоры скандалы а также разногласия измены и обманы а вот шитье в данилов день не запрещалось кроме того если женщина 30 декабря шьет своему супругу нательное белье или за или же зашьет прореху на его одежде то сможет мужа к себе привязать он год не захочет ходить ним друзьям не знакомым и тем более его отвернет от заигрывания с прекрасным полом нельзя чтобы 30 декабря были пустыми карманы в них должна лишать хотя бы одна монеточка считает что это поможет не нуждаться в деньгах весь следующий год а также позволит улучшить в разы финансовое положение однако монетка не должна быть потертой из старой лучше найти новенькую и блестящую запрещено в данилов день пить воду до посещения бани или сауны согласно поверью этот ритуал поможет изгнать из тела и из души все болезни главное что нельзя было делать 30 декабря это пить спиртные напитки также в данилов день нельзя было и опаздывать можно иначе не застать свое счастье лучше в этот день приходить даже раньше когда повсюду будет сопровождать удача кстати к этому совету народных примет стоит прислушаться девушкам которые никогда не торопятся на свидание можно заполучить злого и грубого ухажера 30 декабря не разрешается рассказывать и о своих болезнях иначе их станет еще больше или же усугубятся прежние данила в день лучше говорить только о хорошем чтобы убрать весь негатив который был в жизни в том числе и болезни в этот день 30 декабря не стоит критиковать ближних в противном случае совсем скоро придется столкнуться со справедливым осуждением свой адрес 30 декабря под строгим запретом ложь и лесть того кто будет говорить неправду в этот день ждут проблемы в личной жизни не рекомендуется в этот день тратить время и деньги в пустую считается что несерьезное отношение к собственным ресурсам приведет к тяжелению болезни в будущем проблемы со здоровьем могут возникнуть и из-за переедания 30 декабря а чтобы этого не случилось нужно налегать на продукты именно зеленого цвета далее друзья у нас с вами лунный календарь на 30 декабря 2021 года по лунному календарю у нас с вами 25 26 лунный день убывающая луна в знаке зодиака скорпион друзья вот и подошел день пассивности и провести его желательно в покое и одиночестве не надо начинать ничего нового но в то же время следует завершить начатое дела делайте все неторопливо никуда не спеша если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов берегите себя от случайных сегодня контактов и неожиданностей в целом сегодня пассивный день это время отдыха и размышлений энергия луны довольно будет слабая и жизнь перестает бить ключом люди становятся вялыми и апатичными но погружаетесь люди могут погружаться правда в депрессию поэтому развивайте в себе концентрацию внимания уделите время развитию и умственной деятельности подведите итог прошедшего месяца развивайтесь сегодня и концентрацию внимания для этот для этого вы можете посвятить день медитации или уехать на природу в любом случае лучше сегодня остаться одному не стоит 30 декабря и начинать новые дела да и при всем желании может просто не хватить вам сил поэтому займитесь завершением того что начали ранее день вообще не предполагает активных действий сегодня необходимо быть осторожным внимательным и какой-то степени даже не длительным вы знаете 30 декабря луна дает возможность многим людям находить правильный путь свои способы и принципы научиться отвечать за других и себя самого взрослеть разумно избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь брать на себя ответственность такое время благоприятно для налоговых служб полиции также для исследований углубленного характера а также для объединения с фирмами и людьми луна в знаке зодиака скорпион помогает наложить печать страсти на все что у людей имеется в планах и мыслях характерно основательность для всех видов деятельности такой период будет повышен интерес к различным таинствам к мистикам и запретам обычно в такое время накалена обстановка поэтому для того чтобы устроить скандал достаточно всего лишь минимального повода хорошее настроение людям поднимут легкий флирт и яркие вещи обращаем ваше внимание что сегодня пришло время пассивности и самоуглубление этот день по лучше если вы будете проводить благоприятно посвятите уединению и размышлениям в любом случае спешить сегодня нельзя неторопливость обдуманность тщательность это те качества которые желательно проявить в этот день самое лучшее сегодня это избегать активных действий потому что они не принесут какого-либо заметного результата наоборот могут надолго вывести вас из состояния душевного равновесия и покоя что же касательно стрижки то желательно перенесите поход в парикмахер с убывающей луны на новый цикл таким образом вы только сохраните красоту волос друзья и коллеги все равно не оценят нововведений вашем образе и это сильно испортит вам настроение и атмосферу дня в этот период волосы просто не готовы к принятию и народных веществ результат косметических процедур будет или не долгосрочным или непредсказуемым сегодня не стоит делать ламинирование кератиновое выпрямление или химическую завивку постарайтесь сегодня сберечь энергию она вам пригодится в саму новолуние обращаем внимание новолуние у нас будет 2 января 2022 года найдите время сходить на осмотр к врачу трихологу и проконсультироваться что же касательно окраски волос то окраску не делайте чтобы не привлечь конфликты с окружающими людьми прическа не делайте сегодня и прическу а носите какой-нибудь головной убор это по позволит вам исключить из вашей жизни любую негативную энергию сегодня направьте человека на размышления о его характере о его личности поведение мировоззрение убеждениях и нравах высшая задача этого дня научить любви к себе пока этого нет невозможно достичь гармонии самим собой невозможно успокоиться и даже наладить жизненный ритм